Все системы и оборудование корабля работали чётко и безупречно. Это ложь. Начало до конца. Он видел потоки плазмы, что вокруг него что-то горит. У него была одна из них штатная ситуация, а всего у него было 12 в полёте. 12? Фраза «поехали» – подана или нет? «Э-э-э, Гагарин, Гагарин!» Он принадлежал партии, народу, миру. Гагарин вошёл в комнату и со словами «ну что, будешь кричать?» попытался её поцеловать. Когда его застукала за этим жена, он выпрыгнул с балкона. Не был он чиновником, он был лётчиком. Я боюсь, мама. Боюсь. Аварийная ситуация, которая закончилась гибелью Гагарина и Серёгина, развивается очень быстро. Такая же загадочная гибель, как Кеннеди. А зачем он идёт в космос? Это никто не знает. «Юра, мы всё пролезли». Много ли мы с вами знаем об этом человеке за пределами того, что он слетал в космос, офигенно улыбался и погиб молодым? О том, как изменила его всемирная слава, в буквальном смысле оставившая шрам на его лице. Как прошёл сам тот знаменитый полёт. И один из главных вопросов, что стало причиной гибели Гагарина. История, которую мы хотим вам сегодня рассказать, получается настолько большая, настолько крутая, что впервые в истории нашего канала я принял решение разделить её на две серии. Взгляд мой остановился на часах. Стрелки показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал свист и всё нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Началась борьба ракеты с силой земного тяготения. Гул был не сильнее того, который слышишь в кабине реактивного самолёта. Все снималось документальной группой. В силу секретности, первый фильм, который вышел в 1961 году, он смонтирован только из отдельных кадров, которые сняты непосредственно на полигоне. Там очень много фрагментов фантастических фильмов Клушанцева, например. Там есть, например, старт ракеты Р-7, на которой летел Гагарин, модификация «Восток». Там заменена стартом ракеты Р-5, атомной нашей первой ракеты. А Гагарин, который говорит «поехали»? Поехали! Нет, вот этот фрагмент, я же говорю, он скомбинирован. Там есть несколько кадров в этом фильме 1961 года реальных. То есть вот Гагарин на мониторе, который с помехами лежит, это подлинно. А фраза «поехали» подлинно? Подготовкой космонавтов на тренажёре занимался Марк Галай, известная личность, лётчик-испытатель, совершенно знаменитивший, оставивший массу мемуаров и всяких историй, и баек о нём сохранилось великое множество. И вот он так со своей лётной практики, когда он любил иногда позлить своих сослуживцев, «Стартуем там?» – поехали. Поехали. И вот он это как в регламент ввёл. Случайно достаточно получилось. Но он просто говорил «поехали», после чего этот тренажёр начинал работать. И у космонавтов вырабатывался определённый рефлекс. Я Гагарин один. Желаем вам доброго полёта и благополучного возвращения на нашу родную Землю. Дедушка мой Сергей Павлович Королёв очень внимательно относился к разного рода ритуалам. Не могу назвать это фетишизмом, но он любил, чтобы в левом кармане лежала копеечка. Должен был на «Заре» протрубить гарнист. Он вёл, и до сих пор это работает на Байконуре. Перед запуском «Зарю» трубит гарнист. Выходит гарнист и играет настоящую «Зарю». И постановочные эти вещи, конечно, были сделаны, но, естественно, они были сделаны потом. И я считаю, что очень правильно это было сделано, потому что уже дело сделано, риска нету. Можно спокойно сделать красивый фильм. И вот этот очень короткий фильм «Желаю вам доброго полёта», «Поехали» и так далее. Он действительно постановочный, но согласитесь, он сделан очень хорошо и очень правильно, потому что такие вещи должны оставаться в истории. Желаю вам доброго полёта! Поехали! Известен случай, когда академик Патон, он был в очень хороших отношениях с Сергеем Павловичем Королёвым. И он рассказывал здесь у нас дома, что однажды он подходит к Сергею Павловичу Королёву во дворце съездов и говорит, «Сергей Павлович, я вас поздравляю, запуск, годовщина». И он говорит, с чем вы нас поздравляете? Мы рудокопы, а нас никто не знает и не пишет и не слышит. Мы глубоко под землёй». Сказал он им очень грустно, Патон это описывал в своих мемуарах, и это звучало во многих интервью. И это действительно так, дедушка страдал от этого. Конечно, любому человеку хочется, но чтобы его как минимум публично поблагодарили. То есть все знали, что он руководит этим, но при этом глобально он был засекречен. На предприятии его называли «СП» или «Главный». «СП» от Сергея Павловича, сокращение. Вы знаете, что ему дважды не дали Нобелевскую премию? Ведь Нобелевский комитет дважды обращался к Советскому Союзу, чтобы дать Нобелевскую премию. Первый раз за «Спутник» и второй раз за «Полет Гагарина». И оба раза это не прошло, потому что его не хотели рассекречивать. И Хрущёв сказал, что авторы – это весь советский народ, и они не могут рассекретить имя главного конструктора. Но две Нобелевские премии могли оказаться в Советском Союзе. А когда его рассекретили в итоге? Его рассекретили через два дня после смерти. Но интересно, что чуть раньше, чем советские газеты, которые сообщили о его смерти через двое суток, о его смерти сообщил «Голос Америки», что в Советском Союзе умер тот человек, который был главным конструктором. Юрий Гагарин был первым человеком, который полетел в космос. Это все знают. А кто первым вступил на Луну? Верно, Нил Армстронг. А кто первым вступил на поверхность Марса? Пока еще никто. Но по версии создателей фильма «Проксима», этим человеком может стать девушка Сара, которую блистательно сыграла Ева Грин. Этот фильм удивителен во всех смыслах. Стоит начать с того, что это кино про космос, в котором космоса вообще нет. В центре повествования не сама экспедиция, а подготовка к ней, во время которой начинают рушиться отношения между главной героиней и ее дочерью. Как объяснить маленькой девочке, что мама не будет рядом несколько лет и чем вообще мама занимается? Ответы на эти вопросы Сара будет искать на фоне российских пейзажей. Большая часть фильма снималась в Звездном городке, поэтому нам, россиянам, особенно интересно смотреть на происходящее на экране. Этот фильм можно найти в моей подборке фильмов на сайте ОККО, которую я регулярно обновляю. В этот раз добавил туда несколько картин, связанных с космосом, а всего на мультимедийной платформе ОККО несколько десятков тысяч фильмов и сериалов на любой вкус и цвет. Воспользуйтесь промо-кодом, который вы видите на экране и получите доступ к подписке «Оптимум» на 45 дней за 1 рубль. Ну а дальше остается лишь выбрать нужный фильм. Начать можете как раз с моей подборки, ссылку на нее ищите в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему, если мы смотрим расшифровку переговоров, все время ему музыку какую-то заводят? То ландыши на Байконуре, то какие-то песни советских композиторов, уже когда он летит. Как бы вам сказать? Ну вот, подготовка к старту начинается за два с половиной часа. Значит, операций не так много предстартовых. Вот ты одну операцию сделал, там, допустим, скафандр проверил на герметичность, а там еще минут сорок ждать следующей, какой-то незначительной операции. Ну что, сорок минут скучно? Вот заводит музыку по желанию. Сейчас тоже заводит? Да, мы с Юрой Романенко просили Юрия Висбора. А, серьезно? Да, там, ладно. Мы просто любим этого исполнителя. Вот нам одну из его песен там включали. Потом операцию выполнил, опять есть время какое-то. Ну, потом уже чем ближе к старту, тем этих операций больше становится. И музыку выключают. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли. И вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво. Все шло через правый иллюминатор. Вижу звезды через взор. Как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. За полтора часа там особо говорить не о чем. Ну, да, он видел Землю. Все ему нравилось. Все красиво. Он свои впечатления высказал. Там выполнил необходимые по программе полета его необходимые там манипуляции. Ну, например, ему надо попробовать пить воду. И что-нибудь съесть. Ученые считали, что в невесомости еда не пойдет. Через пищевой тракт не попадет в желудок. Потому что невесомость. И вот впервые Гагарин доказал в полете, что можно и пить, и есть, и дышать. То есть он проводил какие-то научные эксперименты? И научные, да. Он делал зарисовки, записи. Кстати, тогда он впервые был принят решением после его полета карандаши привязывать. Потому что все разлетается. У него улетел карандаш? И с тех пор и до сегодняшнего дня все эти карандашики обязательно привязаны на резиночках. И вообще все, что может улететь, все привязывается в космосе. Как чувствуете себя? Прием! Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. Продолжаем полет. Все идет хорошо. Машина работает нормально. Пока там, значит, Сергей Павлович разговаривал с Гагариным, мы в соседней половине отметили запуск Гагарина. До меня дошло только после того, как кто-то, не знаю, объявлял по радио Вилли, что впервые в космосе советский человек. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Пилотом-космонавтом космического корабля спутника «Восток» является рожданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеев. Майор Гагарин, думаю, как же так? Он летал, старшим лейтенантом летал. Вот здесь до меня дошло, что это действительно знаменательный полет. А какой был маршрут гагаринского полета? Ну, наклонение 51,2 градуса, как и сейчас тоже мы летаем с этим же наклонением. Старт на Байконуре. Ну, а дальше траектория какая? Старт, выведение. Выведение такое же, как и сейчас, 9 минут, 540 секунд. Введение на орбиту? На орбиту, да. И смысл какой? Корабль выводится, и орбиту надо обязательно померить, чтобы сделать импульс для перехода к сближению со станции. Но поскольку у Гагарина такой задачи не было, у него должен был быть только один виток. Кстати, Сергей Павлович Королёв планировал первый полет в сутки. Но когда за полгода до старта Гагарина в космос полетели Белка и Стрелка, то Стрелка очень... Они сутки летали, эти собачки. На четвёртом витке Стрелке было очень плохо. Это было видно по телекамере. Её тошнило, мутило, крутило. Поэтому Сергей Павлович решил не рисковать. И первый полет – это один виток. 108 минут. Если американцы все эти свои системы, описание системы, схемы приземления, полета, радиочастоты, всё это публиковали, то у нас это очень долго оставалось секретом. Военной тайной. И приходило под совершенно секрет. Некоторые детали были рассекречены только в 2011 году, через 50 лет после полета. Почему мы, кстати, установили благодаря этим рассекреченным документам, что полет Гагарина проходил не 108 минут, как везде записано, и в деле о рекордах, и во всех справочниках, энциклопедиях, в том числе западных, а 106. На самом деле он летал 106. То есть он идет на Дальний Восток? На Дальний Восток. Он выходит над Анахотское море, Тихий океан. Ну и потом туда сваливается вниз. А здесь уже с этой стороны он выходит, где Южная Америка, подходит туда к Лондон, значит, вот это всё западная Европа, и снова сваливается уже вот так к Байконуру. Примерно так. Вибрация, перегрузки нормальные. Продолжаю полет. Всё отлично. Было 12 нештатных ситуаций во время полета. Да. Ну давайте ещё начнём с того, что у него не было дублирующей тормозной двигательной установки. поскольку высота полёта должна была составить всего 180 километров, и если бы двигатель не сработал, то в любом случае за 10 суток корабль должен был затормозиться. В верхней части атмосферы он всё равно должен был затормозиться. И через 10 суток он бы приземлился. Неизвестно где, конечно, но он бы приземлился. И снабжение было на 10 суток? Было рассчитано, значит, воздушная смесь, запасы кислорода, запасы воды, запасы питания на 10 суток. А получилось так, что ракета отработала нештатно, разделение произошло позже, и Гагарин оказался не на 180 километрах, а на 300 там почти с лишним. И в этом случае время ожидания на орбите уже не 10 суток было, а где-то 20, а то и 30. А на это время не было никаких запасов. И он просто погиб. В основном воздух, конечно. Он бы просто погиб. Это первая была ситуация. Ну, дальше там по мелочи, там радиосвязь, то есть всё это как бы такие мелкие. А снижение где начинается? А импульс выдаётся где-то в районе Средиземного моря. Кстати, там тоже стоит кик наш, корабельный, настоял, вернее, и он должен был зафиксировать время включения двигателя, тормозной двигательной установки, с тем, чтобы уже примерно знали, где его встречать на Земле, космонавта. Ну, у Гагарина как получилось? У него всё сработало, двигатель, тормозная двигательная установка сработала нормально, а вот разделение задержалось из-за того, что там не сработали некоторые датчики в системе управления. Спускаемые аппараты и приборные отсеки. Да, и приборные отсека. И разделение у него произошло под термодатчиком. Прошло разделение. И спускаемый аппарат начал переходить с орбиты на траекторию баллистического спуска. В тот момент, когда происходил спуск, вот этот спускаемый аппарат, вот эта круглая часть, она долго не могла отделиться от приборного отсека. Сам Гагарин, в общем, его как бы крутил, представляете, как в этой стиральной машине, которая крутится, он оказался с невероятной скоростью, и как бы он видел вот эти потоки плазмы, что вокруг него вот что-то горит. Когда сработал тормозной двигатель, и кабина вошла в атмосферу земли, загорелась ее обшивка. Я знал об этом. Знал, что конструкторы рассчитали толщину обшивки такой, что в кабине даже не будет жарко. Но представьте мое состояние, когда я увидел раскаленный металл, который, как из вагранки, тек тонкой струей по стеклу иллюминатора. Я слышал потрескивание кабины. Признаюсь, было не до улыбок. Да, вот это, видимо, не до улыбок, это, видимо, означает какой-то момент, там, видимо, страха, да. Ну, это все неестественно. Да, и по тем фотографиям, которые там были опубликованы, не сразу, а потом вот его посеревшее, вот такое земляного цвета лицо, говорят о том, что он находился в стрессовом состоянии. Входит такая легенда, что Гагарин, когда вошел в плотные слои и плазма потекла по иллюминаторам, он якобы очень испугался. И даже по одной из легенд крикнул «Прощайте, товарищи!». Это липа. Значит, полная лажа. Почему? Объясняю. Потому что единственный участок, когда нет связи с Землей, это как раз этот. Когда вокруг корабля образуется плазма, и никакой связи быть не может. Поэтому это кто-то придумал, человек, который совершенно не разбирается в космической технике. Но сам Гагарин описывает этот момент. Да, это было непривычно, потому что начала гореть абляция. Вообще корабль, спускаемый аппарат, и тогда, и сейчас покрыт абляционным слоем специальным. Это такой многослоевый пирог, когда один слой сгорает, уходит, второй начинает гореть, сгорает, уходит, третий. И таких слоев очень много. Действительно такое впечатление, что ты горишь. Но, тем не менее, внутри корабля температура нормальная, обычная, ничего страшного нет. Внимание! Катапультирование! Планировалось, что Гагарин приземлится в Волгоградской области, тогда Сталинградская. Но из-за неполадки оборудования корабль перелетает, и приземление происходит в Саратовской области, недалеко от города, где Гагарин начал учиться летать. В его мемуарах сохранилось знаменитое описание того, как он, спускаясь на парашюте, видит характерный изгиб Волги, понимает, что это тот самый город, где он сделал первые шаги в небо. Такая романтическая история. Как он писал в своей книге «Дорога в космос. Земля, которая подарила мне крылья и приняла меня после космического полета». Приземлился в тех самых местах, где учился летать. У него, кстати, воздухоподача была нарушена. Он дышал, по сути, тем, что находился в этом скафандре. Поэтому, когда он приземлился, он по инструкции должен был лежать и ждать поисковую группу. Долго бы пришлось ждать. Он дышать-то надо. Он снял себе вот этот гермошлем, взял его вот так вот под мышку и пошел искать людей. Очевидцы, говорят, саратовские, говорят, что у него было лицо настолько налито кровью, когда его видели, механизатора, что, как там один выразился, дотронешься – брызнет. Это, видимо, тоже от перегрузок, какое-то давление, наверное. А ещё, посмотрите, это неплохое качество фотографий. Вот посмотрите на глаза Гагарина. Ну, посмотрите, провалы какие. Это неплохое качество. У нас много таких фотографий. А вот это в огоньке, отретушированная фотография. И всё равно, посмотрите. То есть ему непросто там пришлось. Ему непросто, организм выдержал, ну и спасибо этому. Посмотрите на место вашей работы глазами работодателя. Это Катя. Она свободно говорит на английском, поэтому ведёт сразу несколько проектов, изучает зарубежные источники и находит для выпусков редакции спикеров из других стран. И мне, как работодателю, это очень нравится. А это Слава. Английский он знает не очень, поэтому пока Катя общается с англоговорящими спикерами, Слава перебирает какие-то бумажки. Слава, how are you? Чего? К чему я это? По статистике, за 2020 год сотрудники, которые владеют английским языком, получают зарплату на 27% выше, чем те, кто им не владеет. И это только среди российских компаний, про иностранные я вообще молчу. Поэтому самый простой способ зарабатывать больше – выучить английский язык. Теперь это также важно, как владение компьютером и набором офисных программ. Ну а сделать это эффективнее всего вам поможет онлайн-школа английского языка Skyeng. В Skyeng можно выбирать курсы под ваши цели. Например, для преодоления языкового барьера, для путешествий или для сдачи экзаменов IELTS или TOEFL. А недавно ребята из Skyeng перезапустили курс английского для бизнеса. Совместно с крупными компаниями они разработали уникальную программу на основе реальных кейсовых бизнес-задач. И да, Skyeng занимается корпоративным обучением и может прокачать английский у ваших сотрудников. А еще в Skyeng появился новый тариф «Премиум». Персональный менеджер подберет для вас самого подходящего преподавателя, который разработает индивидуальный план занятий и сам подстроится под ваш график. Плюс вы сможете посещать разговорный «Премиум-клуб». Если вы до сих пор не пробовали Skyeng, то сейчас самое время. С промокодом «Редакция» при первой оплате вы сможете получить до четырех уроков бесплатно. Промокод действует и при покупке уроков для вашего ребенка в школе SkySmart. И на тарифный план «Премиум» при покупке любого пакета вы получите два урока в подарок. Все подробности по ссылке в описании. С улыбкой он оставил Землю и ринулся в бездну Вселенной. С такой же улыбкой он вернулся, принеся человечеству ключи от космоса. Тут есть интересная деталь, что Гагарин приземляется на обычном парашюте, катапультируясь из спускаемой капсулы на высоте нескольких километров, потому что эта капсула на тот момент не оборудована устройствами мягкой посадки. Гагарин в ней мог просто разбиться. Но Советский Союз потом будет скрывать эту деталь, потому что это такая красивая легенда, что по правилам Международной Федерации Аэронавтики, чтобы рекорд, а полет в космос – это, безусловно, рекорд, был засчитан, нужно, чтобы космонавт приземлился в той же капсуле, в которой взлетал, и поэтому первое время СССР утверждает, что Гагарин приземлился в этой самой капсуле. Я не думаю, что для Советского Союза было так уж принципиально, чтобы какая-то Международная Федерация что-то там засчитала. Но вот этот выход из космического корабля «Недолетая Земли» в нём действительно есть что-то такое не вполне спортивное. И поэтому я понимаю логику, по которой эту деталь пытались скрыть, хотя на самом деле для всей истории, для полёта в космос она не очень значима. Кстати, место приземления капсулы здесь тоже есть, примерно в четырёх-пяти километрах отсюда. А это место приземления самого Гагарина. Он на самом деле приземлился там, чуть-чуть дальше, в Авражке, но совсем недалеко от этого места. Здесь ещё в 60-е поставили этот памятник. Сейчас здесь идёт строительство парка «Покорители космоса». Об этом чуть позже отдельно поговорим. Первое, кого он увидел, это был телёнок. А потом увидел девочку, семи лет, Риту, которая испугалась. Навстречу ей идёт в оранжевом скафандре водолаз, не водолаз. Вторую голову под мышкой держит. Конечно, зовёт в страхе свою бабушку Аннакину Токтару. Аннакина на него топала ногами и прогоняла. Слово «космонавт» её никаким образом ничего не объясняло. Она радио не услышала, она в погребе картошку копала. Но интересный человеческий фактор. Спустя короткое время Анна Тимофеевна, уже встречаясь с какими-то людьми, которые хотели бы её послушать, это музейщики рассказывали. Она вначале честно говорила, что она очень испугалась, прогоняла его. Потом она уже стала рассказывать, как она ему и чай предложила, и пирожков. И вообще была гостеприимна, как и полагалось. О полёте объявляется, когда Гагарин ещё летит, или он секретный до момента приземления? Нет. Объявили до его приземления. Почему? Этот вопрос тоже обсуждался на госкомиссии где-то как раз 6 апреля. Когда именно обсуждался. Мы сообщаем, когда после приземления. Решили не рисковать пилотом лишний раз, потому что если бы он приземлился где-нибудь за пределами границы, то возник бы инцидент сразу. И дипломатический скандал, почему его заранее предупредили. И мог бы просто его принять за шпиона. И так далее. Поэтому только он вышел на орбиту успешно и сразу объявили об этом. И сразу же подготовили обращение на случай. Уже лежало у диктора под рукой обращение. Но если бы что-то пошло не так во время полёта, он должен был тут же сразу обратиться к странам мира с просьбой оказать помощь в поиске и спасении космонавтов. А правда, что был текст на случай гибели Гагарина? Нет, на такой случай текста не было, потому что они оперативно должны были это подработать. Потому что могло возникнуть несколько аварийных ситуаций. Если бы закончилось всё взрывом, тогда бы можно было просто позже сообщить, подготовить отдельный текст, уже исходя на основании того, что произошло, немножко изучив ситуацию. Если бы он застрял на орбите, тоже вполне себе можно было подготовить соответствующий текст. То есть успевали бы. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Вот я как раз работал за станком на скобянке. И вдруг начинают объявлять человек в космосе. И начинают рассказывать биографию. Конечно, такая неожиданность была. Но как-то не мог поверить. Как же так? Это же наш Юра, оказывается. А правда, что когда он полетел, то Алексей Иванович даже не поверил, что это тот Юрий Гагарин? Да, правда, правда. Как раз он в тот день он работал с бригадой плотников. Он очень хороший плотник был. И в тот день он только как раз собрался уезжать. Уехал. И тут вот сообщение о ТАСС. У мамы вообще не было никаких там сомнений, что это не ее сын. Она абсолютно была. Хотя объявили майор, старший лейтенант. И они не знали, что ему очередное звание присвоили. Через даже, через звание. Да, никто этого не знал. Ему перед самым, перед самым присвоили капитана, перед самым полетом. Они этого не знали. И тут же мне очередное звание дали майоры. И ему говорят, Алексей Иванович, куда ты идешь, у тебя сын в космосе летает. Да мало ли там Юра Гагарина. Мой старший лейтенант, а это майор. Это не мой Юрка. То есть он показанием уже горкомовский газик его нашел. Послали там водителей искать. И сотрудника горкома партии. Тогда вот он только поверил, что вот это действительно его сын. Мы в селе Узморье. Это примерно 50 километров от Саратова. Вон, смотрите, какие здесь дома сохранились. Вообще, такое село не часто увидишь в современной России. Мы приехали к Татьяне Макаричевой, которая школьницей видела приземление Гагарина. Договорились с ней, что она расскажет. Здрасте. Здрасте. А вы Татьяна Петровна? Да. Здравствуйте. Подвините, пожалуйста. Я не думаю, что только быстро приедете. Скажите, а 12 апреля 61-го такая же погода была? Такая же. Вот как сейчас? Да, только было теплее, потому что была весна. Весна была теплая, но ранее, но теплая. Шли занятия, а потом вот сейчас самолеты у нас летают. Нет такого. А когда мы не слышим, только если увидим, что самолет реактивный. А раньше вот преодоление звукового барьера. Может быть, вы помните? Бух такой. Да, да. И вот то же самое произошло. Но это, оказывается, вот это спускаемый аппарат, и произошел звук, я помню. И особого значения не придали этому, то, что постоянно это было. А потом, ну, некоторые мальчишки, конечно, они это увидели. Я, например, не видела этого. А они увидели, проследили. И потом, Гагарин, Гагарин, какая-то, знаете, общая такая вот. И куда-то ломанулись. И все побежали. Так, прибегаем. Лежит вот спускаемый аппарат. Круглый, весь обожженный. Черный, да? Черный. Ну, не весь вот, потрескавшийся. А вы рассказывали, что мальчишки, поскольку люк же был открыт, Гагарин же выпрыгнул. Да. Там мальчишки нашли еду. Да, еду нашли. Это нашли, они потом принесли в школу. Мы все это ели. Как это выглядело? Я помню, что я таблетку ела. Таблетку? Да. Таблетки. А что за таблетка? Ну, знаете, такая вкусная. Ну, типа, знаете, я помню, что типа вот витамин С, вот продаются, который. Вот. Механизаторы, которые на соседнем поле пахали землю, увидели парашюты. И как они выразились, еще и котел какой-то, ну, понимаете, спускаем аппарат. Вот. Они побежали на это место, увидели Гагарина. Вот. Тот, ну, они уже вообще пошли шпион ловить. Как раз недавно над Уралом же. Пауэрса сбили, да? Пауэрса, да. Вот. Ну, правда, было уже, у них уже было предположение, по радио уже слышали, что космонавт в космосе, может быть, это Гагарин. Он говорит, ты что, передали, только что передали. Это правда, в этот момент передали, что космонавт пролетает над Африкой. А в это время полет уже подошел к концу. Вот. Ну, довольно Гагарину поверили быстро. Ну, понятно, что говорит по-русски надпись СССР, ну и вообще. Вот они-то как раз, когда Гагарин сказал, что ему нужно позвонить, чтобы сообщить о своем приземлении. Надпись СССР на шлеме. В части хроники она есть, в части хроники её нет. Это действительно удивительная ситуация, но она подтверждена многими источниками. Когда привезли уже Гагарина и Титова в МИГ, Гагарина как основного пилота, а Титова как запасного, тогда слова «космонавт-дублер» еще не было, думаю, запасной космонавт. Их начали надевать, собственно, в скафандры. И вдруг-вдруг сообразили. «Подождите, а вообще, вот у нас дебаскирующая оболочка». Ну, у них же ничего нет. Ни герба Советского Союза, да. Ни написей никаких. На шлеме тоже ничего. И был такой специалист по скафандрам Довидянск, который просто сходил, взял кисточку. Тут показания расходятся. Одни утверждают, что он быстро сделал трафарет и по нему просто провел краской. Ну, а другие утверждают, что прямо просто так вот взял. СССР. СССР, да, и вывел. В итоге, конечно, военная часть, которая неподалеку располагалась, раньше это засекречено было, что там военная часть рядом, они тоже заметили парашюты, они искали человека, который на этот парашют спускался. И тут подъехали на грузовике солдаты с офицером на борту. Ну, быстро довольно разобрались, посадили на борт Гагарина, увезли военную часть. Когда за ним прилетели, и там буквально дюжи и молодцы пытались расчистить коридор, чтобы можно было провести Гагарина. Вот столько было людей. Советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Вы же помните, да, этот знаменитый кадр, когда он идёт к Хрущёву по ковровой дорожке и у него развязан шнурок? Изучал этот момент, выясняется, что всё-таки это не шнурок. В то время носки, которые мы сейчас с вами носим, они были не на резинках, то есть там резинки стояли, а были специальные микроподтяжки, если можно так их назвать. Вот как колгонки женщины носили, а вот мужчины так же носки носили. И по сути дела, одна из этих расстегнулась. Так что это не шнурок. То есть это не небрежность? Случайность. Это как раз, много раз считалось, что это та самая ламповость, которая делает его не бронзовым, а обычным человеком, которому можно сочувствовать, с которым можно себя, как это правильно говорить, с которым можно себя соотнести, в котором можно увидеть самого себя. Все системы и оборудование корабля работали чётко и безупречно. Это ложь. Начало до конца. Проявление прошло неидеально. Сел он не там. Сам сел он не в расчётном месте, и встретили его. И самому пришлось встречать люди местные, которым ему самому пришлось идти искать. Вы понимаете, да? Как рассказывал Космаф Лебедев, по-моему, когда спросили его, в чём подвиг Гагарина. Говорит, слушайте, я не буду вдаваться во все эти технические подробности, все сложности этой операции и так далее. Вы просто представьте, вот вас сажают на вершину огромной бочки, с которой залиты десятки тонн топлива. И чего-то там подкручивают. Вы знаете, что сейчас вот это всё взлетит, изнесёт вас сверх. И ещё и добавляют при этом. Вы не беспокойтесь, мы всё посчитали. Вы обязательно вернётесь на Землю. То есть мы не знаем, на самом деле, способны ли мы на подвиг действительно пойти туда, куда никто не ходил. Каждый год мы всей школой шли 12 апреля к месту приземления Гагарина пешком. Несли транспаранты, несли портреты, все в парадной форме, красные галстуки. И пели, ну, песни пели, но она мне запомнила, не то что припев запомнился. Тогда как раз написал кто-то. Имя Гагарин, Юрий Гагарин, память людей вошла в нас всегда, подвиг его легендарен. Мир смельчагу благодарен, Родина им горда. Я лучше пою просто сейчас. Я запев не помню, а вот этот припев я прям хорошо запомнила. Супер. Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина. В основном, конечно, он уже был не наш, так сказать, не земной, так сказать. Ну, внутренне он пытался, конечно, сохраниться, так сказать, на равных, ну, там, в столовой, там, за завтрака, завтрак. Ну, в основном, мы завтракали вместе, так сказать, так. Он старался там еще быть, так сказать, ну, человечный, так скажем. Вот. А так, как только он садился в машину свою, уезжал куда-нибудь в Москву, все, после этого он уже нам не принадлежал. Он принадлежал действительно партии, народу, миру. Позволю себе так выразиться. Погружение в океан всечеловеческого преклонения. В начале 60-х годов 20-го века на планете не было человека популярнее Гагарина. Я помню, когда Гагарин полетел в космос, и я мальчиком выскочил на улицу, я говорю, ну как вот люди должны радоваться. Смотрите, ну космос, вот яблоки растут на марше, как писал Войнович, который, кстати, рассказывал мне, как он написал сменитую песню. Говорит, его в такси. Его вызвали, он в такси за 14 минут, он написал про это самые космические планшеты. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман проверяет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. У меня сидит в голове, да? Непонятно, откуда я это помню. Это потому, что это подкорки. Это то, как происходит миф. Мифы, знаете, нельзя уничтожить. Мифы можно только заменить другим мифом. И в этом заключается сила этого загадочного понятия. Гагарин в той поры представлял советскую власть как будущее человечества. И в этом отношении, конечно, это отепельная фигура. Гагарин приезжал в Африку, встречался с племенами. Гагарин объехал весь мир. Причем нигде он ничего особенного не говорил, но само его появление означало только одно, что мир у мир, как любили говорить в то время. Тот короткий период – это было, конечно, явлением именно планетарным. Вся дальнейшая биография Гагарина, его поведение, его способность, его коммуникативные способности поразительные, его способность переучиваться, превращаться из младшего офицера, который провел полжизни в военных городках, в дипломата и политика. Все знают про обед с королевой. Как он готовился к нему, как все прошло. Ну, это, к счастью, было не первое, то есть не сразу, как только прибыл на Британский берег, он не сразу пошел королево. Он сначала съездил в Манчестер, где встретился с рабочими, с летельщиками. Он встречался к премьер-министрам, и, наверное, к тому времени у него был опыт посещения уже нескольких каких-то зарубежных стран. Из статьи в «Парк-Сити Дэйли Ньюс» о поездке в Великобританию. Это был второй визит Гагарина на запад, первый состоялся в Финляндию, и один из немногих после его полета, когда перед ним не раскатывали красную ковровую дорожку. Никаких указаний на этот счет мы не получали, заявил служащий аэропорта. Теплая встреча в аэропорту, далее как в карусели. Пресс-конференция, вручение золотой медали космического общества, разговор с лордом-дроидом о пользе грудного молока в воспитании ребенка. Все хотят видеть, потрогать, похлопать. Даже рука устала от приветствий. На приеме видел женщину с розовыми волосами. Он притягивал к тысячам городов. Представьте, советского офицера сейчас бы в Лондоне встречали сотни тысяч людей. Невозможно это представить. Британские газеты писали о том, что вечером первого дня он в какой-то момент перестал общаться с людьми, потому что у него рука настолько распухла от рукопожатий, что следующее рукопожатие было смертельным, потому что там, видимо, нервное окончание. Тоже смешно. Попробуйте пожимать руку тысячам людей, а двум тысячам, которые каждый хочет показать ту силу, с которой он испытывает к вам симпатию. С такой рукой, с этим опытом общения с гигантской толпой он поехал к королеве. Преводилось в какую-то анекдотическую ситуацию, когда он с удовольствием рассказывал знакомым о том, как он пожал под столом коленку королевы. Может, это выдумка, но ему нравилось представлять себя в качестве того парня. Это не плейбой, но представьте… Наш парень, пожавший коленку королевы. Нормально. Человек дворовый. Ребята с нашего двора – это клише, которое к Гагарине, тем не менее, вполне подходит. Он оказывается в мире, как алис, в стране чудес. Такого космического полета не было еще ни у нас в Советском Союзе, ни делали такой космический полет и другие государства полеты. Мы с Денисом Ширеевым общались не так давно, когда делали выпуск про путешественников во времени. Денис с помощью нейросетей, прогоняя через них старую хронику, делает из нее новое цветное видео. Денис прогнал интервью Гагарина, которое Гагарин дал в 1961 году, приехав с визитом в Великобританию. А почему ты обратил внимание на это интервью? Мне кажется, оно не очень известное. Гагарин улыбается искренне. И очень странный сеттинг на английском языке интервью. Он сидит, говорит на русском, есть переводчик с великолепным английским. То есть очень классно. Очень интересно наблюдать за его реакцией, когда говорят слово «американцы». Он, очевидно, не говоря на английском языке, немножко смущается и задумывается. Мне кажется, довольно искренне можно прочитать какие-то эмоции у него на лице. Это был довольно-таки короткий промежуток времени, в течение которого я, по-моему, вел себя совершенно спокойно, не нервничал. Да что наши ученые могут подтвердить по объективным данным, которые у них получены? Ты веришь ему, когда он говорит, что вообще не волновался, сидя в космическом корабле и облетая Землю? Ну, сложно. Он все-таки военный летчик. Я не знаю, что такое вообще волноваться и военный летчик. Этот чувак, ну, то есть, он, может быть, вообще страха не ведает. Но я не думаю, что само пребывание в кабине космического корабля мое аналогично пребыванию в кабине «Меркурия» Шепарда. Что американцы думали о Гагарине тогда и что думают сейчас? Этот полет был доказательством провала Америки. И в этом смысле он разодорил Америку в космической гонке. Я почти уверен, что без Гагарина мы не оказались бы на Луне. Гагарин видится мне неким гибридом знаменитости в современном ее понимании и патриотичного жертвенного мученика. Мученика чем-то похожего на людей, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны. Мне кажется, его образ объединяет в себе эти две стороны. Этим он отличается, к примеру, от персоны Элвиса Пресли в США. С другой стороны, у него все же есть некие качества и черты Джеймса Дина или Элвиса, некая звездная сила, сила знаменитости. И мне кажется, это показатель того, что советская и американская культуры тогда шли навстречу друг другу. А к вам сильно переменилось отношение после того, как Юрий слетал? Сказать, что как-то жизнь изменилась в семье? Нет. Потому что мне вот сейчас уже перестали эти вопросы задавать. А раньше говорят, ну как, вы же, наверное, поменялась ваша, и, наверное, ваша там какая-то или пенсия, или зарплата, или какие-то условия особые у вас стали после полета Юрия Алексеевича. Я говорю, ага, как ездили в колхоз на подработку весной и осенью, так и ездили. То на лён, то на картошку, то на брюк подработать. О чём вы говорите? Гагарин в космос полетел. Не мы. Мы-то при чём? То есть нет... Ну а вот дом же построили его родителям? Это родителям. Это подарок от советского правительства. Правительство-то это понимало, что отношение будет другое, и будут люди приезжать. А вот представьте, вот этот наш домик, где нас четверо, вот наша семья, родители двое. Ещё тут был... Типичная история, короче говоря. Да, понимаете, много. У нас маленький дом и такая большущая семья. И не очень, наверное, это было бы для правительства приятно, если бы приезжали сюда люди. А в целом город Гжатск после полёта Гагарина стал лучше жить? После полёта сразу же, я вот начинала вспоминать, сюда сразу же прислали стройбат, это самый солдат, строительный батальон, который перерывал весь город абсолютно, потому что стали прокладывать канализацию, водопровод, там отопление центральное. Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Брежнев вручил новому герою Советского Союза Юрию Гагарину высшее отличие страны, орден Ленина и золотую звезду. Он звёздной болезнью заразился в какой-то степени? Или остался простым парнем своим для всех? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, потому что, во-первых, на него влияли его, опять говорю, отцы-командиры. То есть постоянно его контролировал товарищ Каманин, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, который следил за первым отрядом космонавтов, внимательно наблюдал за их поведением. Моральным обликом. Да, за их моральным обликом. И даже тот инцидент, который был в октябре 1961 года… Ну, это точнее был Крым. Это Форос, да, на даче Максима Горького. Из дневников Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу. 4 октября. За 9 часов до назначенного отъезда из Фороса случилось происшествие, которое попортило очень много крови мне и многим другим людям, несущим ответственность за Гагарина. Это происшествие могло закончиться очень печально для Гагарина, меня и нашей страны. Юрий Гагарин был на волосок от нелепой и глупейшей смерти. Как рассказала медсестра Аня, она после смены с дежурства зашла в комнату отдохнуть. Лежала на кровати одетой, читала книгу. Гагарин вошел в комнату, закрыл дверь на ключ и со словами «Ну что, будешь кричать?» попытался ее поцеловать. В это время раздался стук в дверь, и Гагарин выпрыгнул с балкона. Все мы люди, все мы человеки, и поэтому его можно понять в этой ситуации. Вчерашний старший лейтенант, который в общем средним образованием, богатым жизненным опытом, он многого насмотрелся, но который никогда не чувствовал себя частью элиты, хотя и стремился в него попасть. Вдруг в одночасти стал действительно не просто элитой советской, он стал элитой мировой. Ну как Битлз стал неожиданно. Раз, то есть он выскочил из обычного слоя обычных наших военнослужащих сразу вверх. Он сразу получил высшие ордена многих стран. Он сразу получил значки отличия различных организаций, в частности, он стал лётчиком первого класса сразу после полёта. Хотя, чтобы подняться от лётчика третьего класса, через второй нужны годы труднейших полётов, труднейшей подготовки, экзаменов и так далее. Ну то есть он сразу вознёсся, и естественно, психологически мне это понятно, например. Мне захотелось попробовать, а что он может себе позволить вообще в этой ситуации. Но, замечу, вот этот урок пошёл ему впрок. То есть этот шрам, который он получил, выпрыгнув с балкона. А ему уже нужно было, в общем-то, через несколько дней выступать на съезде вместе с Хрущёвым. А вместо съезда он попал в больницу. Естественно, конечно же, и Каманины, и остальные руководители были возмущены этой ситуацией. Хрущёв вообще был в ярости. Он собирался сидеть на съезде между Гагарином и Гагановой, представительницей Ткачих, то есть тоже герой соцтруда, тоже такой трибун. И, собственно, он всё очень хорошо продумывал, то есть чисто из таких рекламных соображений представление такое устроить на съезде. И друг Гагарина нет, и выступает вместо него Титоп. Из воспоминаний Алексея Леонова Юра мне рассказывал, как на самом деле всё происходило. Никаких танцев с медсестрой не было. Юра зашёл к себе в номер, а не к ней. Там убиралась молоденькая девушка. Юра даже не говорил с ней. Но всё дело в том, что дверь, оснащённая английским замком, автоматически за ним захлопнулась. А через минуту постучалась Валя. Ситуация глупая. И Юра, чтобы никому не усложнять жизнь, решил прыгнуть с балкона. Тем более, что высоты там было около полутора метров. Но он зацепился за ветку глицинии и рассёк бровь. Вот как было на самом деле. В 1965 году, в начале 5-6-7 января, Юра впервые после полёта в космос приехал в Саратов вместе с своей Валей. Юра приезжает. И радиоина говорит, дорогой, уважаемый Юра Алексеевич, и вот здесь Юра проявил себя. Какой я вам, Юрий Алексеевич? Я от вас уехал Юрой Гагариным. К вам приехал Юрой Гагариным. И для вас я буду Юрой Гагариным. И перестаньте меня называть Юрой Алексеевич. Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа. Насколько мы можем доверять воспоминаниям самого Гагарина, изложенным в его автобиографии? Не меньше, что написано то, что мы сейчас бы назвали «Литературный негр». Это журналисты «Правды» Борзенко и Денисов, которые сопровождали его во многих путешествиях и были хорошо с ним знакомы. И которые долго беседовали с ним. И которым он, конечно, что-то рассказывал. Не то, чтобы с потолка они взяли. Судя по рассказам, по выдержкам из водяняка, по рассказам его жены, видно, что он переживал, когда ему приходилось врать, когда ему приходилось выдавать за того, кем он не является. Когда на протяжении первой половины 60-х он вынужден был рассказывать, что СССР вот-вот полетит на Луну. Это осталось еще, смотрите на часы, возможно, прямо сейчас. Это не нравилось ему. Он не испытывал особого удовольствия от того, что он… Чиновник. Он же стал депутатом Верховного Совета СССР. Ну, вы его участвуете. Кстати, тоже депутатство было нелипое, потому что у него был какой-то приемный кабинет с каким-то приемным днем, и к нему ходили какие-то люди. Меня все время поражает, что его очень быстрый рост как гражданина. Очень быстрый рост. Что вы имеете в виду? Что я имею в виду, что он стал государственным человеком, он стал по государственному мыслить, он прекрасно стал понимать, что он нужен государству, он прекрасно стал понимать, что он нужен городу. Он считал, что вот все – это его рук дело, что его абсолютно все касалось. То есть я могу помочь, и я должен это сделать, да? Да. Я могу, я хочу, и я должен. Он был работающим, действующим депутатом. Это самим Гагарином не воспринималось как успех, как пожинание лавров и так далее. Он страдал, он искренне хотел летать, вернуться к любимой профессии. Но не был он чиновником. Конечно, он был летчиком. И он хотел летать, понимаете? Мать Гагарина о последней встрече с сыном. Пытаясь объяснить свое состояние, Юра часто повторял. «Все так сложно, так сложно. Я боюсь, мама. Боюсь». То, что страшно, он, конечно, никогда бы матерь не сказал, это исключено. Дело в том, что да, действительно, он о сложностях не говорил. Это мы вот сейчас, когда рассекречиваются многие архивы, мы что-то многое узнаем, что действительно сложно было в космонавтике. И космонавты в ЦК партии обращались с различными вопросами. Они не совсем были согласны с тем, что делалось в отряде. Особенно это уже было после смерти Сергея Павловича Королёва. То есть сейчас как-то начинает немножко это всё проясняться. Конечно, были сложности. «Волга-Газ-21» – предмет, да ещё чёрное, предмет максимальной роскоши для советского человека. В случае с Гагарином – это, конечно, подарок правительства. Годы после полёта оказываются для него едва ли не более сложными, чем годы подготовки к полёту. Потому что все мы мечтаем о славе, по крайней мере, многие из нас. Но в том объёме, в котором она обрушилась на Гагарина, эта вещь утомительная и иногда даже опасная. Гагарин не летает. Не то, что в космос не летает. Он даже на самолёте не летает за штурвалом, потому что у него просто нет времени. Он член Верховного Совета СССР, депутат двух созывов. Он член ЦК ВЛКСМ, комсомол. Это такая была молодёжная коммунистическая организация в Советском Союзе. Кто не знает. Он президент Общества Советско-Кубинской Дружбы. Он почётный член Общества Финляндии и СССР. И прочие, и прочие, и прочие. И постоянные приёмы, поездки, обеды. По свидетельству всё того же Каманина, Гагарин за эти несколько лет наел лишние 9 килограммов, перестал регулярно заниматься спортом и вообще вёл уже такой светский богемный образ жизни. Ну и вот ко второй половине 60-х уже и самому Гагарину, его начальникам понятно, что пора завязывать с таким образом жизни, что это всё какая-то уже антисоветчина начинается. И Гагарин снова начинает активно готовиться к полёту. Он, кстати, в 67-м был дублёром Владимира Комарова, который полетел на новейшем космическом корабле «Союз». И этот полёт закончился катастрофой. Если бы Гагарин полетел, он бы, возможно, погиб бы ещё раньше. Гагарин активно участвует в советской лунной программе, на тот момент совершенно секретной. Но суть в том, что до того, как американцы высадились на Луну, Советский Союз тоже планировал свой полёт, тратил на это огромные деньги и ресурсы, были выделены специальные космонавты, которые должны были лететь, и Гагарин одно время даже возглавлял эту группу. Ну и самое главное, Гагарина прочат в руководители Центра подготовки космонавтов. И принимается решение, что он на тот момент, уже закончивший Военно-воздушную академию имени Жуковского, должен восстановиться как действующий военный лётчик. Действительно странно, он будет руководить лётчиками-кейсмонавтами, а сам не летает. И вот именно поэтому он снова садится за штурвал Мига 15-го и начинает учебно-тренировочные полёты. В 1968 году он должен был наконец вернуться к самостоятельным полётам. Перед этим он провёл несколько полётов. Собственно, этот полёт был 19-м, но он должен был этот полёт уже совершить на другом самолёте, уже как без инструктора. Но Каманин, который очень беспокоился о лётной готовности Гагарина, который вообще считал, что Гагарин, наверное, стоит ограничивать себя в полётах или вообще не летать. Он же первый космонавт, наша гордость, наша сокровищница. И он принимает директивное решение организовать Гагарину ещё один полёт с инструктором Серёгиным, который не просто инструктор, а начальник вот этого лётного подразделения, где тренирует космонавтов. Вот мы сейчас подлетаем на вертолёте к месту падения самолёта Гагарина и Серёгина. Всё произошло вот здесь, где-то вот в этой точке воздушного пространства. Они пилотируют на МиГ-15-му ТИ на высоте 4000 метров, это примерно на 3,5 километра выше, чем мы сейчас летим. Там такая же погода, прекрасная, отличная видимость, но здесь над землёй сплошной слой облачности. Получив разрешение от руководителя полётов на аэродроме Чкаловский возвращаться из пилотажной зоны, которая как раз здесь находится, Серёгин и Гагарин начинают выполнение манёвра с резким снижением. Почему они начали это делать, так до сих пор и непонятно. В какой-то момент они влетают в этот сплошной слой облачности, висящие над землёй, выскакивают из него на высоте 300-400 метров и не успевают вывести машину в горизонтальный полёт. Вот здесь идёт сплошной лес, а через него проложена дорога. Её проложили как раз после гибели Гагарина к месту, куда упал самолёт. Там рядом стоит церковь. Она там стоит ещё с дореволюционных времён. Мы сейчас идём к месту гибели. Пока идём, расскажу про этот мемориал. Его уже много лет пытаются построить. Казалось бы, место гибели первого космонавта планеты должно быть увековечено. И вот мемориал начали строить. На него в 2018 году бывший губернатор Владимирской области выделила деньги. Орлова была тут такая. Деньги закончились. Больше финансирования нет. Потому что, вы не поверите, но этот мемориал находится в ведении администрации Киржачевского района Владимирской области. Не в федеральной, даже не в областной собственности. Казалось бы, странно. Вот здесь вот они врезаются в землю. Друзья, именно здесь образовывается глубокая яма. Воронка глубиной более четырёх метров. Памятник здесь на месте гибели открыли 17 октября 1975 года. В разработке и строительстве памятника участвовала группа архитекторов и скульпторов Владимирских во главе с Владимирским главным архитектором Акимовым. Вот место, где разбился самолёт Гагарина и Серёгина. Здесь с советских времён ещё стоит Стелла. Но самое интересное, конечно, не она, а то, как вокруг этой точки возник и продолжает действовать народный мемориал. Вот видите, вот эта берёза. Тут даже написано, что это одно из 14 деревьев, которые были срезаны самолётом в его последние секунды. Вот если наверх посмотреть, видно действительно, что берёза сверху срезана, на ней до сих пор остался шрам. И здесь люди приносят замочки счастья, совет да любовь. На свадьбу сюда приезжают и делают здесь замочки. Георгиевские ленты, понятно. Как связано место гибели Гагарина и заветы друг другу о долгой счастливой жизни в браке, конечно, не очень понятно. Но можно догадаться, что люди хотят, чтобы Гагарин осветил их дальнейший жизненный путь. Представляете? Это пьедестал, на котором должен стоять истребитель, взмывающий вверх, который венчает вот эту мемориальную аллею. Ну, если деньги найдут. Здесь при мемориале на месте гибели Гагарина и Серёгина был в своё время построен гостевой домик. Его заказал первый отряд космонавтов. И когда мать Гагарина приезжала сюда, она здесь останавливалась. Потом здесь был организован музей, такой небольшой камерный. И там были фотографии и небольшая экспозиция. Два года назад он сгорел, денег на восстановление нет. В таком печальном виде всё это сейчас пребывает. И здесь же поставлен такой же МиГ-15 «УТИ», как тот, на котором летели Гагарин и Серёгин. Обратите внимание, что это «Спарка». «УТИ» – это значит учебный самолёт. «Спарка» значит, что там два пилота. Гагарин сидит спереди, а Серёгин, как инструктор, сидит сзади. Известно, что аварийная ситуация, которая закончилась гибелью Гагарина и Серёгины, развивается очень быстро. 40-50 секунд всего она заняла. Самолёт от удара о землю разлетелся на мельчайшие фрагменты. Однако все они были найдены, детальнейшим образом исследованы. Следствие велось очень серьёзно. В нём участвовали десятки специалистов. Здесь лес был полностью прочесан силами двух батальонов. И действительно, всё, что можно было найти, было найдено. Даже по смертному анализу мышечной ткани был сделан вывод, что в момент катастрофы пилотирует Серёгин. Мы помним, что Гагарин не очень опытный пилот, но к профессионализму Серёгина вопросов ни у кого не было. Комиссия пришла к выводу, что имел место классический человеческий фактор. Лётчики потеряли ориентацию, попав в сплошной слой облачности. Разумеется, такие банальные выводы, когда погибает такой человек, устроить могли не всех, да и вообще никого они не могли устроить. А ещё, к тому же, выводы комиссии, хотя неизвестны, были засекречены. И тома эти секретны до сих пор, формально секретны, по крайней мере. И, разумеется, это вызвало к жизни огромное количество альтернативных версий того, что тогда произошло. Самая известная версия принадлежит Леонову и Белоцерковскому, космонавту Леонову, который выходил в открытый космос. Вот он недавно умер. Она заключается в том, что в воздухе находился ещё один самолёт, тоже военный, Су, он, по их версии, набирал высоту, шёл на форсаже, случайно, в сплошной облачности, прошёл очень близко от самолёта Гагарина и Серёгина, и спутный след от Су мог опрокинуть МиГ-15, по их версии. С этой версией многие спорят. Что ещё важно, возможно, в этой истории, что в тот день на МиГ-15 установлены дополнительные баки, которые ухудшают его маневренность и аэродинамические характеристики. Важно, что никаких технических неисправностей в самолёте комиссия не выявила. И на них не грешат даже авторы альтернативных версий, среди которых есть совершенно экзотические. Есть фотография, не знаю, года 1965-1966 Гагарина с генералом Петоврановым. То есть вот это вот... Наверное, Андропов интересовался Гагариным уже в тот момент. То есть вся вот эта вот линия, которая конспирологическая, которая сейчас воспринимается как конспирологическая, о том, что главными бенефициарами перестройки была какая-то часть КГБ, связанная с именами Бабкова и Петовранова, удивительным образом сообразуется с их контактами с Гагарином. Возможно, причиной одной из версий гибели Гагарина были его недостаточные или наоборот чрезмерные контакты именно с этой частью спецслужб. Но ещё раз говорю, поскольку... Это теория заговора. Это абсолютно теория заговора, да, но, надо сказать, ничего более загадочного, чем гибель Гагарина. Честно говоря, трудно придумать. А такая же загадочная гибель, как Кеннеди, как Качинского, как Улфа Пальма. Вот это действительно загадочная история. Почему? Казалось бы, в это сложно поверить, но действительно бывает человеческий фактор, потеряя ориентацию, влетели в слои облачности. Это странно. Нет такой статистики. Много довольно таких учебных полётов гибло по сравнению с сегодняшним днём лётчиков, но не до такой степени, чтобы вероятность гибели Гагарина в окончательном, совсем несложном учебном полёте была хоть сколько-нибудь заметна. Из дневников Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу. Быстро темнело. Производить раскопки ночью и без аварийной комиссии было невозможно. Доложили Брежневу и Косыгину, что Серёгин погиб. Гибель Гагарина очень вероятна, но окончательно о судьбе Гагарина доложим только утром 28 марта после детального обследования района падения самолёта. Судя по тому, что много данных, много уже информации за это время, я предположу, что там слишком много негативных факторов слилось. Как в любая катастрофа, нет одного фактора? Нет, там реально и какое-то раздолбайство на аэродроме в тот день, и есть такой командирский фактор согласен в свою роль. И опять нельзя забывать, что у Юрия Алексеевича, если вы внимательно посмотрите на его именно лётную биографию, у него незначительный налёт. Как лётчик он был малоопытный. Это же были учебные полёты на этом МиГ-15 уйти. После этой катастрофы все космонавты перестали летать на МиГ-15 и их перевели на чешский самолёт Л-29. То есть этот самолёт был проще в управлении. То есть уже на Л-29 они летали. Каманин не учёл два момента. Что поскольку все полёты расписаны, в дополнительный полёт дадут первый попавшийся свободный самолёт. И такой самолёт попался. И самолёт этот был с подвесными баками, на которым Юрий Алексеевич Гагарин до этого не летал. Которого изменена центровка, и который является по сути другой машиной. То есть там достаточно просто чуть ручку не в ту сторону, и он просто свалится в пике сам. За счёт этих баков. Такое произошло. Да. И второе. Отправляя, собственно, Серёгина с Гагариным в полёт, нужно было проверить его как инструктора. То есть по умолчанию подразумевается, что он лучше всех остальных инструкторов. Это не так. Инструктор, который летает каждый день с подопечными, он всё время находится на работе. Начальник же очень часто занимается бумажной работой. Этот полёт был не нужен. То есть он был не нужен. Это было сделано для того, чтобы команда сказала, что он сделал всё, чтобы Гагарин... То есть если бы всё закончилось хорошо, он бы сказал, что это его заслуга, что Гагарин теперь летает снова самостоятельно. Может, он всё проверил, во всём удостоверился. На самом деле, вот эту гипотезу, которую я излагаю о гибели Гагарина, в принципе приняла и Следственная комиссия, правительственная комиссия, которая оставила. Потому что единственный, кто по-настоящему был наказан, действительно вынесли строгий выговор и отстранили от подготовки космонавтов, это был как раз Камани. Это в рассекреченном недавно решении правительства СССР. Никакого внятного объяснения того, что гагаринский самолёт просто не столкнулся с метеозондом, на самом деле не существует. Поэтому чем дольше эти документы будут скрываться, тем больше будет возникать предположений, почему это происходит. Что мешает сейчас? А вы понимаете, почему они засекречены? Я полагаю, что это, видимо, существует некий бенефициар сохранения этого сюжета в секрете. Из воспоминаний Ивана Колосова, врача, который готовил к полётам первых космонавтов. Часа в четыре ночи прилетел я на Чкаловскую, поднялся в комнату, где располагался штаб комиссии по расследованию катастрофы. Меня встретили дежурившие ночью Попович и Леонов. Забрали материалы и тут же отправили в Москву на анализы. Ко мне подошёл Леонов, стал спрашивать, есть ли что-нибудь, указывающее на гибель гагарина. Я ответил, что есть. Это его водительские права, наколенный планшет с надписями, сделанными Гагариным, и, наконец, нижняя челюсть Юры с железным зубом. Секунду спустя Леонов заплакал, запричитал, затем схватил меня за грудь и начал сильно трясти, как будто я был виноват случившимся. Развёл нас Попович. Он оттащил разъярённого Леонова в сторону, сильно встряхнул и резко сказал, что в авиации и не такое бывает. Знаете, я родился в семье лётчика-истребителя. У меня отец, герой Советского Союза, Ловекин Иван Палыч, в годы войны командир 2-й эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка. После войны он окончил две академии, командовал авиационными дивизиями на Сахалине и в северной группе войск в Польше. Ну и, конечно, вся семья, мы были рядом с ним. И я помню, как часто гибли лётчики. По разным причинам. Отказ техники, когда самолёт попадал в очень сложные метеоусловия, там ещё что-то, может быть, по причине даже пилота что-то происходило. Очень много было авиационных аварий тогда, потому что много летали. Очень много летали в то время наши лётчики, особенно военные. И это была одна из таких катастроф. Разбиться на самолёте-истребителе не так уж и сложно было. Восстанавливать этот храм решил сам Леонов. То есть этот храм восстановлен на деньги Леонова? Леонова и его друзей. Вот, кстати, видели? На колокольне девять колоколов. Все колокола проименованы первопроходцами космоса. Вот с этой стороны, Алексей, был самый большой колокол. Колокол Георгий и Владимир. Ну, Юрий и Владимир, как два героя погибших здесь. И в этом году, вот 30 мая, осветили вот здесь вот девятый колокол, колокол Алексея. И 15 июля установили вот самый большой колокол Алексея в честь Алексея Архиповича. Вот видите, что, значит, восстанавливал космонавта? Галактика. Это, пожалуй, единственный храм, где есть космический корабль? Да. Это вот на иконе космическая станция, видишь? Да, это вот Алексей Архипович написал и подарил нашему храму. Здесь, на этой стене, изображено 5 святых апостолов, на этой стене, на противоположной, 7. То есть 12 святых апостолов первого отряда космонавтов. Их как раз было 12. 12, начиная вот с Гагарина, который летал по очерёдности. Ещё одна очень интересная деталь по поводу религиозного подтекста советской космической саги. Вот мы сейчас под Саратовом, на месте приземления Гагарина. Здесь ещё в советские времена ставят очень интересный монументальный комплекс. Посмотрите. 12 барельефов космонавтов, отобранных по не очень понятному принципу. Говорят, что это самые выдающиеся. Это не первый отряд космонавтов, потому что есть, например, Терешкова. 12, как апостолов. Дальше двуединое божество. Циолковский и Королёв. Ну и вон, сейчас он на реставрации, сын Божий Юрий Гагарин с нимбом своей спускаемой капсулы. Ну что это, как не религиозный символизм атеистического государства? Полёт человека в космос нанёс сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от Бога, соглашались с тем, что Бога нет, и всё связанное с Его именем выдумка и чепуха. На мой взгляд, мы ещё недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому. Зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и невосстановлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранный по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность? Все мы атеисты и все мы «Господи, помоги, когда нам плохо!» Мы отмечали все православные праздники. У нас были иконы. В доме были иконы? Да. А Гагарин сам был крещён? Да, все. Все дети крещённые. С глубокой скорбью, чувством невосполнимой утраты, советский народ провожает последний путь одного из самых любимых и славных своих сыновей первого в мире лётчика-космонавта, коммуниста, героя Советского Союза, депутата Верховного Совета СССР, полковника Юрия Алексеевича Гагарина. А вы на похоронах были? Да, была. А правда, что Алексей Иванович не поехал? А он хотел сама ехать и не смог. Ему очень плохо было. Я помню только эту жуткую музыку. Я помню эти вереницы людей, которые сплошным потоком шли. Безмерно наша скорбь и наша боль от тяжёлой утраты. Я учила в федучилище как раз в 68-й год. Я была на последнем курсе. Мы рыдали все. Телевизор был в красном уголке. В общем, трагедия была. Ощущалась как своё личное горе? Очень, да. Своё личное горе. Жалко было? Вот так. Вы до сих пор плачете по этому поводу, я смотрю. У меня характер такой. Когда детям рассказываю, говорю, вот Юлия Алексеевича Гагарина называют пионером космоса, первооткрывателем космоса, первопроходцем космоса. Это не слова штампы, потому что этот человек очень любил Родину и отдал все силы для её процветания и отдал свою жизнь для нашей Родины. Дорогой друг и товарищ, ты навсегда останешься с нами как пример героизма и мужества, беспредельной преданности Родине. А в этом что-то есть, потому что символу положено умирать молодым. Если мы вспомним наших кумиров, то ранняя смерть сделала их во многом и кумирами. Вспомним, кто самый любимый писатель России? Есений, Содский, Давладов. Не все умерли молодыми. Ну, Пушкин тоже умер довольно молодым. Ну, в России, конечно, все умирают молодыми, потому что Фермонтова еще моложе. Но так или иначе, ранняя смерть – это романтический идеал. И Гагарин был, несомненно, представителем романтического, а не классического идеала. Классический идеал – это Гёте, который должен был до долгой старости. А вот наш герой, наш кумир, он должен умереть молодым и он должен умереть красивым. И это, собственно говоря, и кроме того, что с Гагариевым. То есть, прости господи, вы считаете, что ему повезло, что он не дожил до Госдумы, депутатства, генеральства и вот этого всего? Это хороший вопрос, потому что мы не знаем, что было бы с Гагариевым. А представьте, что если бы Гагарин стал Сахаром. Нетрудно это представить, но ведь в принципе у него была именно та самая власть и сила, которая могла позволить ему быть другим. Я не знаю, ведь Сахару тоже не позволяли, но он стал. Представляем себе, как интересно, если бы были выборы между Путиным и Гагарином. Кто знает, кем бы стал Гагарин, какой политический интерес мог проявить, если бы он прожил дольше. У Алексея Леонова, например, когда он был жив, была очень интересная карьера в бизнесе и начинание в политике. Вполне можно сравнить Гагарина с Илоном Маском. Конечно, сложно сказать, потому что Гагарин умер довольно молодым. Можно было бы провести более точную параллель, если бы он дожил до среднего возраста, но, к сожалению, этого не произошло. Я всё-таки считаю, что он был именно тем человеком, которого мы его видим. Вот на этой картине. Да, а почему бы нет? Он здесь открыт, прост. И даже, когда обращался к Ане Акимовне, говорит, я свой, я с корабля. Дайте позвонить, я вот только с космоса. Я свой. Это первые его слова. Ну да, это, наверное, и есть то главное, что мы можем сказать про Гагарина. Что он наш? Он наш. Хотя у нас очень много приходит туристов, иностранных туристов. А да? Да. У нас много очень туристов, особенно вот в этот период, когда открывается Волга. Скажите, а много стало туристов приезжать после полёта в Гагарин? После полёта было в советское время очень много. А иностранцы тоже приезжали? Иностранцы были, да. Но больше, конечно, было наших, понятное дело, посетителей. Но дело в том, что поток резко уменьшился во времена перестройки так называемой нашей. Но это всё понятно. А сейчас, кстати, сюда приезжают люди? Сейчас, ну этот год, вы сами понимаете, какой жуткий год. Ну да. Пандемия, она... С другой стороны, границы закрыты. Люди стали ездить по России. Да. Нет, дело в том, что мы закрыты долго. В то время были. А, ну понятно, да. Мы четыре месяца были закрыты. А сейчас тоже опять неизвестно, что будет. Сейчас опять непонятно, что с нами будет. Если опять нас закроют, это будет вообще катастрофа. Как вам кажется, нынешнее состояние сохранения памяти Гагарина, вообще память о нём, в каком находится состоянии? Я считаю, что, например, Оренбург не в лучшем состоянии, хотя мы, можно сказать... Ну, Гагарин говорил, Оренбург дал мне крылья. Почему? Потому что он здесь учился, и он здесь женился. Это самый, ну, скажем так, светлый момент его жизни, ну, не считая, как бы, полёта в космос. И состояние учебного заведения, где он учился, и состояние дома мемориального квартиры, которым, слава богу, занялись в этом году. И состояние музея Гагарина – всё оставляет желать лучшим. Сейчас небольшая история не про Гагаринскую эпоху, а про нынешнюю. Я вообще противник дешёвых сравнений, друзья. Типа, вот почему мы выделили деньги здесь, они выделили их сюда, и давайте их все раздадим пенсионерам. Это, на самом деле, лукавство в капитализме и в том госкапитализме, который сложился в России, деньги по-другому распределяются и перетекают. Но! Вот мы сейчас снова в Саратове. Здесь, на месте приземления Гагарина, я вам уже его показывал, строится огромный парк покорителей космоса. Прекрасная история, как было дело. В прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин, который из этих мест, им покровительствует давно, приезжают сюда вместе с Валентиной Терешковой. Они здесь открывают аэропорт Гагарин, новый с нуля построенный прекрасный аэропорт. И принимают решение, что здесь нужно построить огромный современный парк покорителей космоса. И в этот проект, который Володин пролоббировал в Москве, вбухиваются огромные деньги, в том числе государственные. Чтобы вы меня правильно поняли, я считаю, что, безусловно, это дело полезно. И на месте приземления первого человека, слетавшего в космос, безусловно, должен быть современный парк, это должен быть туристический хаб. Никаких вопросов. Но! Когда я вспоминаю эту убитую оренбургскую лётку, где Гагарин учился, и другие места, связанные с памятью Гагарина, которые не в лучшем виде сейчас находятся. Я думаю, как всё неравномерно в русской жизни. Есть свой Володин с маленькой буквы, лоббист в высоких сферах, и всё как-то движется, строится. Сейчас с вами находимся на входной зоне, это зона номер три. Сейчас здесь как раз идёт укладка парковочной зоны. Ключевой вход в парк. Дальше идёт главная дорога, она сейчас за нами, к месту приземления Юрия Алексеевича Гагарина. Люди смогут взять велопрокат велосипеда, добраться, пройти, посмотреть. И будут ещё экскурсионные автобусы. Кафе, рестораны. Здесь должен появиться информационный центр, где будет кафе, экскурсионное бюро, прокат велосипеда. Зная заслуги Сергея Капкова в московских пространствах, можно себе представить, о чём примерно идёт речь. А сколько на это нужно денег? Всё в открытых источниках есть. 844 миллиона было выделено на строительство. Я всегда говорю, как хорошо, что у вас есть Володин в Саратову. А у нас нет Володина. И Черномырдин умер. Чего нам делать? Гагарин ведь стал одним из главных центров всей советской пропаганды. Как вам кажется, его сильно дорисовали образ? Обелили, очистили? Нет. Вы знаете, это поколение такое. Это поколение моих родителей, моего отца. Это эти крестьянские, простые, очень честные парни, у которых иногда не было отца, который погиб на войне, которые хотели сделать себя, быть какими-то хорошими людьми советскими, да, вот во всех смыслах. Вот это любили, что он похож на всех. Каждому же, наверное, хотелось тогда полететь в космос. И отождествление себя с этим человеком – это было классно. Гагарин, я вас любила, ой-ла-ла-ла-ла. Гагарин, я вас любила, ой-ла-ла-ла. С детства вошедший в нашу жизнь символ улыбающийся человек, символ устремлений маленьких людей, детей к этому космическому мифу. Вообще, как сказал поэт Бахаин Кеджиев, Гагарин – это просто слово такое хорошее, русское теперь уже. Не знал он после, как долго я Плыла осколком его металей И в спину била его струя Бежал он молча с двоих металей Вы же каким-то документальным фильмом вдохновились. Да, был фильм постперестроечного периода, немецко-украинский, кстати, снятый режиссером Валентины Руденко. Она была тогда молодой женщиной, режиссер. И это фильм, который основан на интервью всех окружающих людей, включая Валентину Иванну. Большая редкость, они после перестали вообще разговаривать. Да, Валентина Ивановна Гагарина дала интервью при условии, что она не будет появляться в кадре. А это такая очень азартная молодая женщина-режиссер уговорила её появиться в кадре в очках райбан собственных. И выставила кадр красиво, художественно, за стеклом окно, и дождь идёт. И вот красивая Валентина Ивановна в кадре ей, наверное, за 50. Гагарин, я вас любила, это от её лица? От лица миллионов женщин, девушек, и не только женщин, и не только девушек. Конечно, он не только символ в общепринятом смысле этого слова, он, конечно же, если можно так называть, секс-символ для всех женщин Советского Союза. Нам хотелось его демонументализировать. И поэтому слова в песне, которые есть, которые поются до сих пор с удовольствием на концерте, это слова о живом человеке. Я не знаю, кто такой Гагарин. Я подозреваю, что никто не знает, кто такой Гагарин. Гагарин – это личина без содержания, это постмодернистская фигура. Какая разница, каков символ. Важно то, что в него вкладывают, а не его личность. Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди. Впереди новые заманчивые перспективы. Все новые и новые советские люди по неизведанным маршрутам полетят в космос. А зачем мы летели в космос? Это никто не знает. Потом уже через несколько лет, когда космический мир был в разгаре, мы догадались, что мы летим в космос для того, чтобы посмотреть на Землю, как на общий дом. Это видно только если подняться в космос. Только оттуда можно увидеть, что Земля – наш маленький шарик, и в конце концов мы все земляки. Как полет Гагарина, так и полет американца на Луну. Ничего не прибавлял человечеству. Могу ли я показать вам одно фото? Это может быть весьма интересно. Собственно, тут такая идея. Да, да, да. Это очень популярная тема в России примерно 10 лет назад. И мы переходим к следующему. И здесь, конечно же, Крым и нефть, и возрождение аэрокосмической индустрии в виде новых самолетов, сухих суперджетов, соревнующихся с бомбардье. Это показывает сложность образа Гагарина, который отчасти похож на Иисуса. Есть Иисус, который существовал, а есть Иисус, которого боготворят. И эти двое зачастую не имеют ничего общего. Думаю, с Гагарином тоже так. Память о нем может быть переработана, чтобы следовать абсолютно разным политическим целям. Гагарин актуален в современной России? Да, до сих пор актуален. Может быть, грудные дети не знают, кто такой Гагарин, но все школьники у нас в Оренбурге знают, студенты знают. Даже какие-то модные мемы придумывают. Иногда какое-то кафе Гагарин, я не знаю, или еще что-то такое, какую-нибудь футболку. Это то, что связывает нас с небесами. Все мы знаем, что нашей Земле примерно 4 миллиарда лет. И этой Земле нашей существует еще примерно 4 миллиарда. За эти 4 миллиарда мы должны научиться все стать космонавтами и, в конце концов, покинуть нашу Землю и найти себе другое пристанище. Об этом говорил еще Константин Эдуардович Циолковский. Так вот, Гагарин был первый человек, который сделал этот шаг. Вот в чем величие и грандиозность его полета. То есть он потом нас, как биологический вид, позволит нам переселиться и продолжить жизнь? А что нам остается делать? Нам мало времени осталось. 4 миллиарда всего. Надо искать себе другой дом. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. С удовольствием скажу, что лично я думаю про Юрия Алексеевича. Я думаю, что, безусловно, это самый лучший человеческий тип и самый бесспорный образ, который смогла родить советская власть. У нас есть еще важный коллективный образ Победы 45-го, но там все-таки про войну, про смерть, про преодоление смерти. А Гагарин – это в чистом виде про жизнь. И именно поэтому это так важно. Мы помним, что глобально, фундаментально, советский эксперимент полностью провалился. Ничего не вышло. А что планировалось? Планировалось-то изначально создать как раз новый тип человека. И, как кажется, это было обречено, потому что задача была слишком сложная. Предполагалось, что этот новый человек будет лишен каких-то базовых недостатков. Ну там, жажды наживы, эгоизма, чувства собственности. Поэтому ничего и не вышло. Создать нового человека не получилось. Но получилось создать Гагарина. В нем воплотилось все то, что мы бы хотели, чтобы про нас думали. И то, какими мы бы хотели сами себя видеть. Вот это чувство коллективной ответственности, чувство братства, чувство локтя, чувство товарищества, ощущение страны как единого целого. Это все, конечно, Гагарин. И это все не про современную нашу жизнь. Но как идея, как желание, как наша заявка на что-то высшее, чем мы являемся сейчас, это, безусловно, сработало. И именно поэтому Юрий Гагарин жив. И жить он будет ровно столько, сколько жив русский народ. Это «Редакция». Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова